Всем привет! Мы с вами каждый по-своему готовимся к выходу завершающего восьмого сезона Игры Престолов. Но дело в том, что из-за самого продолжительного перерыва между седьмым и этим сезонами сериала, а это между прочим немногим меньше двух лет, события и факты того, что было ранее, у многих стерлись из памяти. Что же именно сегодня мы попытаемся изменить эту ситуацию, ведь прямо сейчас я пройдусь вкратце по самым важным и ключевым событиям всего прошлого сезона, заострю внимание на основных вещах, которые, возможно, кто-то уже успел призабыть, чтобы вы могли подойти к старту финала уже, так сказать, во всеоружии. Ну и, конечно же, не можем мы сегодня обойтись без хронометража эпизодов последнего сезона и того, почему же HBO так жестоко обманули ожидания фанатов. В общем, подписывайтесь на канал, чтобы и дальше оставаться в курсе всего и за дело. Итак, начнем мы, пожалуй, с самого лютого развода межсезонья. Помните, как нам говорили, мол, ребята, это ничего, что только шесть серий, зато каждый из них будет как полнометражный фильм и бла-бла-бла. Да, вот только хрен там плавал, вот полюбуйтесь, какие эпизоды нас всех ждут. Первый, второй вообще меньше часа, всего 54 и 58 минут. Третий, тот, где развернется главный махач за Винтерфелл ровно один час, не густо, скажу я вам. Ну и уже три последних хоть более-менее, 78 и 2 по 80 минут соответственно. То есть общая длительность восьмого сезона будет еще на полчаса меньше его предшественника и на целых два часа меньше, чем в среднем по больнице. И никаких двухчасовых серий, увы, не ожидается. Почему и отчего HBO так жестоко развели всех фанатов Игры Престолов, остается лишь гадать. Видимо, финансы их подвели. И единственное, чего я очень боюсь, так это, что из-за не такого уж большого хронометража всего шести серий и кучи событий, ожидающих впереди. Ситуация с прошлым сезоном, когда многие события творились как будто в параллельных измерениях, без нормальных переходов между ними и так далее, что эта ситуация может повториться вновь. Но это дело такое время покажет, теперь же давайте, как и обещал, пойдем по седьмому сезону и главным его событиям, чтобы хорошенько освежить вашу память. Итак, началось все с того, что Ария, завалившая Уолдера Фрей еще в конце шестого сезона, теперь пошла еще дальше, собрала всех его отпрысков и траванула эту мерзкую братью на корню, показав, мол, вот какая я крутая. Параллельно с этим нам показали и войско Короля Ночи, которое идет-идет, да никак не дойдет до стены, и Брана с Мирой, которые в свою очередь до этой самой стены как раз добрались. Тогда, кстати, мы впервые увидели Брана таким отмороженным, каким он потом был и весь сезон. Ну а в Интерфайле, тем временем, Вечи, избравшая Джона королем, решала, что же делать дальше, в частности с потомками мятежников, поддержавших Болтона в битве Бастарда. Тогда же мы впервые увидели, как дерзкая, да чего там наглая Санса в открытую перечит брату и своему королю, мол, нефига их прощать, давай заберем землицу. То, кстати, был первый, но далеко не последний раз, когда Санса показала зубы. Интересно, кстати, как она поведет себя теперь уже в восьмом сезоне. Да, а кто еще оказался не менее дерзким, чем Санса, это Эурон Грейджой, который со своим железным флотом прибыл в Королевскую Гавань просить руки Серсей. При этом совершенно непотребным образом оскорбив бедного инвалида Джейми. Короче, в столице идут торги за власть и влияние, тогда как в старом месте Сэм разгребает за мейстерами все дерьмо, причем во всех смыслах слова. Правда, Тарли тут же совершенно случайно умудряется еще и наткнуться на инфу о том, что на драконьем камне имеется обсидиан и отправляет письмецо Джону. Как говорится, совпадение не думаю. Еще мы встречаем в первом сезоне пса вместе с братством, бедолагу Джороха Мормонта со своей серой хворью, но это все так. Главной апогеей всего это прибытие Дейенерис на драконьий камень, то есть начало, так сказать, нового завоевания семи королевств. Эх, знала бы Белобрысая, что ее ждет дальше. В общем, это конец первой серии, так что давайте переходить ко второй. А вторая серия началась на все том же драконьем камне, где Дейенерис вдруг принялась чмырить бедолагу Варриса, типа он предатель и все такое. И непонятно, чем бы там у них все закончилось, если бы не оказалось, что к буре рожденной пожаловала красная жрица Мелисандра. Которая, во-первых, опять чисто случайно дает нам понять, что Азорахаем оказывается может быть и женщина, ну естественно Дейенерис. А также заговаривает о Джоне Сноу, мол есть такой вот отличный парень, которого вдобавок еще и неплохо знает Тириан. Короче, Дейенерис решает написать снежку, мол склони колено и тогда будем дружить. И вот письмецо уже в Винтерфайле, где Джон Санса и Давос думают, гадают, что же с ним делать. А тем временем Серсея собрала всех, кого не дожгла Великой Септии и пугает их новым завоеванием Таргариена. Тогда же мы видим и новое оружие против дракош. Кстати, в этом сезоне гарпун у Серсея будет еще куда круче. В ставке же Дейенерис после долгих споров было решено перебросить армию из Дорна и взять в осаду Королевскую Гавань. А также утес Кастерли, первый и далеко не последний из провальных планов Тириана. Интересно, в восьмом сезоне он будет таким же хреновым стратегом? Да, ну и Серый Червь и его Миссандеэ наконец решились. Ладно, оставим их в покое, а то ребятками так нелегко. Тем более, что у нас тут Ария вдруг узнала от пирожка своих родных, резко повернула огловля обратно в Интерфелл, умудрилась встретить Немерию, ставшую огромнейшим лютоволком. Тут и Сэм решил без всяких навыков и опыта лечить Джороха. И к Джону прилетели сразу два ворона, в том числе и от Сэма. Ну и, наконец, Санса вновь стала бузить против короля, который на сей раз жестче ее пресек. Правда, и оставил тут же главный на севере, а сам рванул по зову сердца к своей Дейенерис. Концовкой же всего эпизода стал момент, когда Эурон очень эпично напал на флот Яры, раздал всем люлей, завалил парочку змеек и пленил свою племянницу. Тогда как-то он вновь струсил и прыгнул за борт, на чем серия и завершилась. Так что у нас третий эпизод и прибытие Джона на Драконий Камень. Тут же он встречается с Тирианом, а также впервые видит Рыгаля, который тут же усадил Сноу на пузо. Ну и, собственно, сама встреча Льда и Огня прошла, прямо скажем, не слишком гладко, хотя теперь-то мы знаем, что потом у этих двоих все наладится. Ну а тем временем столица Эурон хвастается трофеями и приводит мятежных Илариус дочерью к Серсеи, которая наконец-то получила возможность отомстить за смерть ее дочери Мерцеллы, причем месть королевы была страшной и даже где-то красивой. Тогда как Сир Джорах, наоборот, обрел чудесное исцеление от рук Сэма, ну а Санса в Интерфелле так и вовсе ведет себя как заправская леди, и когда только она всему этому научилась. Ну и, наконец, апофеоз третьей серии безупречный, без проблем берут утес Кастерли, вот только оказывается, в нем особо никого и нет. А тем временем Эурон как-то незаметно успевает подплыть и сжечь нахрен все корабли Дейенерис, оставив серого червя, по сути, в западне. Тогда как Джейми со своими людьми берет Хайгарден с немеренным количеством золота, бабуля Тиреллов дает отравиться, и на этой позитивной ноте все и заканчивается. Четвертая серия, так сказать, лютый эпик. Джейми с Броном и папаней с сыном Тарли везут награбленное в столицу. Брон в очередной раз оказывается не только примороженным пареньком, но и отъявленной свиньей, по крайней мере, по отношению к мире. Ария, наконец, прибывает в Интерфелл и встречается с сестренкой Санцией, не без доли напряжения, все-таки столько лет, ну и на драконьем камне между Джоном и Дейенерис тает лед. В то время как Тириану, наоборот, достается от своей королевы, за чего там греха таить хреновые советы. Туда же прибывает и недобитый Теон, которому достается уже от Джона, а в апогее всего Дейенерис решает в жопу всех советчиков садиться на своего любимого Дрогона и вместе с датракийскими пацанами нападает на отряды Ланнистеров и Тарли. Битва эта, между прочим, была в самом деле очень крутой и эпичной, ну а по факту Ланнистеры выхватили люлей, Джейми чуть не сгорел, кабы не помощь Брона, а вот Золотишко таки успели переправить в столицу, так что его взять не удалось, зато смотрелось все очень красиво. А мы тем временем доползли уже до пятой серии. В ней мы видим суровую, да что там жестокую Дейенерис, готовую сжечь всех налево и направо, так что сынок и папаня Тарли уходят в топку, ну а остальные солдатики решают, ну его нафиг лучше присоединиться к этой чокнутой. В это же время Джейми настроены очень панически и возвращается к сестре, ну а Джон в свою очередь встречается лицом к лицу с Дрогоном, тогда-то мы все еще раз понимаем, что с дракошками Сноу ладит отлично, интересно оседлает ли он в этом сезоне кого-то еще, кроме своей тетушки, можете написать в комментариях. Ну так вот, на драконьем камне Алярм, типа мертвые идут, Бран их видел, тогда же рождается и супергениальный идиотический план пойти за стену, изловить там упыря и доправить его к Серсеи, ну типа чтоб та уверовала. К Джону само собой примыкает и Сир Джора, который, кстати, вернулся, с собой они еще прихватывают и Джендри, который тоже после длительного отсутствия опять появился на наших экранах, короче, вся честная кампания выдвигается в Восточный Дозор, где Тормунд очень, кстати, изловил еще и братков без знамен, тем самым полностью сформировав отряд самоубийц. Ну и еще одно, Тирен чуть раньше встречается с Джейми, который в свою очередь узнал, что Серсея вновь беременна, такие вот дела. Короче, с этим разобрались, давайте переходить к шестой серии. О, она была прекрасной в своем абсурде. Сперва наши с вами друзья, вдоволь наобщавшись, встретились с ужасным полярным мишкой, которого такие удалось завалить, но ценой жизни Тороса. Затем им все же удалось выследить группу упырей, специально отставших от всех остальных, чтобы с ними было проще совладать, и даже взять одного из них, так сказать, живьем. Но счастье длилось недолго, и вот уже нашим ребяткам пришлось улепетывать, что есть мочи, предварительно отослав Джендри, трубит тревогу. Сам же отряд самоубийц был загнан на озеро, и там же взят в осаду. Тогда, кстати, впервые прозвучала очень интересная мысль, мол, если убить Короля Ночи, все остальные падут. Как подтверждение этих слов, чуть раньше после смерти иного все вихты вокруг рассыпались в пыль. Что ж, посмотрим, получит ли данное предположение свое продолжение дальше. Да, кстати, я совсем забыл. В интерфейле между Арией и Сансой уже несколько серий к ряду отношения все портятся и портятся. Сестры уже подозревают друг друга, тут же и мизинит со своей стороны подстрекающий Сансу, да и ко всему прочему та еще узнает главный секрет сестры, в общем, ничего хорошего все это не обещает. Тогда как за стеной начинается прям лютое валево. Само собой, всех кроме главных героев тут же мочат, да и их бы постигла та же участь, как бы не Дейенерис со своими дракошами, так и прибывшая на помощь. Хотя ценой этой самой помощи стал Визерион, ну а сам Джон еще и решил поиграть в героя, и если бы не внезапно появившийся дядя Бенджин, окочурился бы и во второй раз. Короче, вылазка закончилась не слишком удачно, Вихта все же удалось захватить, но ценой многих жизней и самое главное жизни Визериона, который в конце серии стал самым настоящим зомби. Что же, ну и финал, почти все главные персонажи сериала собираются в драконьем логове возле столицы, чтобы решить, как же быть дальше. Само собой, сперва разговор у них не клеится, но потом, после наглядной демонстрации мертвяка из-за стены, настроение публики меняется. Впрочем, Серсею все равно приходится рискуя жизнью уговаривать Тириану, никто не знает точно, что он ей тогда пообещал, может быть, это еще всплывет в восьмом сезоне, но королева тогда, все такая торжественная, вернулась и заявила, мол, ладно, я подержу силы людей, а потом разберемся. Короче, в драконьем логове вроде как удалось договориться, после чего мы с вами увидели разговор уже Джона и Теона, который все осознал и раскаялся, ну а снова, в свою очередь, как всегда, простил подлеца. После чего Теон заявил, что он отправляется отбивать Яру и таки отправился, судя по трейлеру. Ну а в Интерфайле мы видим странное сборище, как будто судилище над Арией, которое, правда, оказывается судом, но не над ней, а над Мизинцем. Санса припомнила Бейлишу все его злодеяния, после чего Ария привела приговор в исполнение, прикончив бедолагу. Короче, между сестрами опять совет да любовь почти такой же, как и между Джонами Дейенерис. Свершилось то, чего многие так ожидали, тетя и племянничек таки завалились в койку, хотя выглядело это не то, чтобы прям вау. Ну а в Королевской Гавани Джейми узнает, что Серсея всех развела, она не собирается никому помогать, короче, цареубийца в шоке от всего и решает свалить от дрожайшей сестры, куда глаза глядят. Ну и наконец, конец всего. Атака нежити и конечно же Короля Ночи на стену. Тут же очень кстати оказался и зомби Безерион, который как раз и развалил к чертям оплот мира людей и вся нечисть рухнула всем королевствам. Что же на этом, сезон номер 7 закончился, с этого и начнется последний восьмой сезон. Так что теперь вы освежили свою память и можете прямо сейчас начинать писать ваши комментарии, так как у меня на сегодня все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Спасибо всем, кто досмотрел до конца и всем пока.